В селе Репьёв от Агущинского района прошла 11-я выездная спартакиада работающей молодежи. Более 2000 человек сменили рабочую униформу на спортивную. А общей темой в этом году стало российское кино и мультипликация. Подробнее Екатерина Горшкова. Готовим сейчас ухуд для наших спортсменов. Они на спидбол играют, проголодаются. Александр Макаров сменил деловой костюм начальника отдела сбыта на спортивную форму, а портфель и компьютер на палаточный городок и полевую кухню. В спартакиаде он и его коллеги участвуют впервые. У нас была отражена тематика и заводская, и тематика мультипликационного фильма «Антошка» и спорт. Мы уложились в график по времени, то есть все требования, которые нам были пределены, мы выполнили. Виктория Лещова на спартакиаде тоже новичок. На заводе она работает с электродами, но сегодня от нее требуется не пунктуальность и сосредоточенность, а выносливость и ловкость. Всем участникам вообще прям удачи. Все-таки мы все здесь дружные. Я так поняла, такое количество народа. Впервые спартакиада собрала более 2000 человек. Плотный график, спортивные состязания, кулинарный конкурс и творческие номера. Некоторые предприятия не пропустили ни одного сезона. На старте все 11 лет. Хорошо знают свои преимущества. Направленность нашего завода была задумана в самом начале, чтобы было. Поэтому у нас в сценарии применялись наши радиостанции, которые мы выпускаем. Волк и пёс разговаривали по телефону. Волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, перетягивание каната, гиревой спорт, армрестлинг, сдача основ ГТО, приготовление блюд в полевых условиях и конкурс на лучший палаточный городок. Пройти все испытания не помешали даже дождь и слякоть. Поздравляю всех с 11-й спартакиадой. Особенно поздравляю тех, кто был системен и последовательным. Кто был с первой спартакиадой, когда здесь скромненько, несколько буквально коллективов собирались. И затем, за эти 10 лет, наша спартакиада работающей молодежи приобретает особый смысл в жизни молодежи. В этом году свои команды представили 5 районов Новосибирской области. Организаторы уверены, что и на будущий год спартакиада соберет достойную смену. Екатерина Горшкова, Владимир Полосин, Новости ОТС.